всем привет с вами канал ответы морякам сегодняшнем видео мы начинаем разбор компаний и и берем интервью моряков которые в них работали с тем чтобы вы знали как попасть в эту компанию знали про условия работы ну и примерно процедуру как туда попасть и контакты напрямую менеджеров которые трудоустраивают с нами сегодня владимир который работал пять лет в компании заме лапшор и сегодня совместно с владимиром мы обзвонили ребят которые там продолжают работать узнали всю информацию которая необходима вам для трудоустройства чтобы проанализировать компанию и попробуем сегодня рассказать поделиться всеми этими данными ну и просьба к вам потому что не по всем у нас была информация в основном по судоводителям по механикам размыто по зарплатам поэтому под этим видео если у вас есть информация в этом работаете обновленные пишите чем больше информации будет про компании тем легче вам же будет трудоустраиваться поэтому поехали так компания замел офшор гонер сколько там сейчас судов и какие какой флот на данный момент насколько я помню там осталось не более двенадцати или пятнадцати дипи судов ахтс и дипи 2 пару дсв дипи 2 кривотов и нон дипи судов кривотов по моему вообще не стало а нон дипи судов осталось три или четыре пара все по продавали все по продавали на продали они опять же в залив продали они другую компанию в альянс о котором попозже поговорим ты работал в альянсе тоже на торт но там будет тема следующего видео до про замел что рассказать как туда попасть отправляют отправляют крюнги в киеве в одессе то есть в киеве это сибрис в одессе это евромарин и по моему еще лерус насколько я знаю я видел что лерус вроде как заключили договор но я понял там больше по обучению и по тренажерному центру ну возможно они отправляют но я общался сегодня с морячками которые до сих пор работают в замели они горят мира ни одного человека еще с лерус они не встречали да как таковое сейчас новых людей то там толком и не берут потому что у них там что во первых массовая саудизация идет присылает целую кучу саудов туда всяких трене и так далее они там тренируют тренируют это толку это очень мало у них программа такая то есть и вполне бывало было такое не знаю как на данный момент было такое что был целый пароход там просто все сауды сидели не знаю как после этого там работала с людям ну и у них сейчас насколько я получил информацию поменялся дженнил менеджер до капитан тарат египетский сауд но да да я еще помню когда я там работал он был скажем так не последний человек компании который мог порешать различные вопросы то есть а на данный момент если он стал дженерал менеджером туда уже скорее всего скажем так власть поменялась соответственно какие-то для кого-то условия попадания в эту компанию стали полегче если он из египта соответственно для египтя понятно что он будет больше туда будут попадать больше египтян и так далее для них будет он скажем так какие-то привилегии непонятные нам я понял по флоту то есть ахтс и остались дипе 2 до около 15 судов ты говоришь чем они в основном занимаются но там есть суда который занимается и ригму есть сопла им есть кто-то что-то таскает перетаскивают как в основе тут баржи но если попадаешь в ригму в группу я на данный момент я точно не скажу есть она или нет но как-то риги передвигается если попадаешь что весь контракт можешь просидеть на ригму перетащить вышку с поля на поле а в крайне редких случаях перезавести якоря но на моем веку я такого не видел там были специально отдельно это другая компания которая занималась этим все атаку снова если ригму в то зависит опять же от мощности парохода и так далее куда вас поставят и перетащить с поля на поле но самый длинный ригму у меня был это почти двое суток это самого севера мы на самый юг тащили все по поводу нон-депи судов сколько их осталось сейчас и чем они занимаются осталось там три или четыре парохода буквально чем занимаются насколько я знаю два или три парохода там сейчас работает это развоз продуктов и чисто соплай до чисто соплай но это такая скажем так сложная работа потому что за день но может быть там маневров именно конкретно без депи по 8 по 10 то есть там и капитаны стропом обязаны знать как это делать в рамках и так стропом обязан знать как делать маневры просто если работать в обычном сопла и когда и риги снабжаешь там это попроще там в принципе это все по крайней мере на моем веку все это делал капитан потому что было и позади работа да 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 то есть здесь там еще надо продумать как правильно пройти чтобы попасть в течение в правильное и так далее чтобы ну чтобы не насиловать пароход скажем так во время маневров он принципе то практически на любую скажем так на любое течение которые там есть за они все заточены на это но опять же если не хватает опыта работы конкретно с сильными течениями еще и на себе питу тяжко поэтому маршрута там продумывается насколько я помню 32 таких забега не так и называется ран ванран два забега в неделю если там определенное количество пароходов баржи различных дикапов и так далее это опять же возишь к тому же еще и людей то есть когда так я понял по джек обам насколько я знаю там джекаб есть был один джекаб на тот момент когда я там работал сейчас ребята говорят что их два как туда попасть я не могу сказать я так ну зарплата я смотрел и зарплаты там высокие в принципе хорошие зарплаты но только с реальным опытом сейчас бюджет если раньше можно было как-то попасть нарисованным то сейчас только-только со своим церям но в замеле с нарисованным опытом туда можно было попасть это очень-очень давно сейчас на данный момент это все проверяется причем как и проверяется конкретно замел и очень сильно не знаю почему так но вот это все началось еще наверное в году 2017 даже 16 уже сточили уже да да уже уже сточили требования тем не менее египтяне как ехали так и едут только от нашего брата нашего брата до требует что что был очень грамотный что где-то работал и так далее какой-то какой-то экспириенс ну как не какой-то конкретно два года именно си сервиса то есть кто пойдет ну высшего комсоста я знаю синер офисер там капитан с торпом стороны второй механик требует 24 месяца до от но второй помощник третий механик получается они по 12 помощник 3 механики электромеханик по 12 по 12 месяцев до достаточно сейчас вот еще 22 я знаю строит джека был вполне возможно да я особо не интересовался вот помимо этих судов там вроде еще дсв были дсв криботы до криботы все продали насколько я знаю они были маленькие и скорее всего закончились контракты да и в принципе наверно сам он был невыгодный держать адсв было два изначально это занял 63 64 это переделанные хтс и но как говорят что переделан и вроде как хорошо ничего не могу сказать я не работал не работал и в гости не заходил потому что у них там куча народа они заходят всего раз в месяц в порт на крюченьке так далее книгам наезжает куча сервиса и так далее то есть им некогда ходить по проводить экскурсии по проходу но и плюс там очень много людей сидит с водолазы тогда зарплата там повыше чем на хтс ах даже даже на dp2 и контракта насколько я помню у них были либо четыре недели через четыре недели либо восемь недель через восемь недель что такое но не не дольше и там со сменами проблем не было потому что намного национальности на борту и ребята там скажем так пяткой в грудь себя били кричали что по зарплатам по зарплатам я думаю озвучивать не будем да все все должности а под этим видео разместим шкалу зарплат по каждому типу судов если где-то ошиблись особенность по механикам потому что с механиками не общались только со слов судоводителей собирали информацию если в механике смотрят это видео пожалуйста вниз под этим видео в комментариях напишите если мне это ошиблись да и уточните зарплату которая сейчас замели у механиков единственный момент по зарплате хотелось бы выяснить платят ли ее стабильно регулярно задержки какие-то проблемы возникают с ней до 2014 года пока не не произошло всяких революций и так далее в принципе выплачивали все день в день то есть даже порой бывало такое что какие-то излишки попадались лично у меня до этого момента было два или три контракта на тот момент я не помню и постоянно мне там какую-то часть отдавали наличными то есть за последние дни что там отработал и там постоянно если я считал то на 400 на 500 долларов больше было но ты не обижался я не обижался нисколько да я говорил они говорили что так правильно так посчитать надо да так надо но потом получается когда вели санкции и так далее пострадали скажем так все украинцы и россияне в том числе потому что как как нам объяснили что зарплату платят скопом то есть собрались со всех там кто сидит на пароходах и и одним скажем так большим переводом отправили просто по разным счетам и если у кого-то где-то есть косяк в плане того что попали от санкции да банк под санкций амиджан это скрымчан и так далее то получается возвращался весь перевод ну и соответственно начали давать зарплату наличкой сначала я помню какое-то время привозили каждый месяц на борт и я не знаю зачем потом начали давать в конце месяц в конце контракта по качанию контракта там любом случае где-то через офис и уже в офисе тебя везут там в банк или куда и получаешь свою зарплату но опять же раньше было что пока не долетишь до дома тебе капает зарплата в любом случае там потом в конце в конце текущего вылета с вылета из дома на дом да 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 то есть сел самолет симферополе все зарплата пошла вышел самолет и зарплата остановилась то есть неважно сколько то там гостиницах сидел и так далее то есть сейчас а на данный момент получается не вели так называемую фото который handover take over то есть пока человек который сидит на пароходе не сдаст тебе дела ты зарплату получать не будешь от слова совсем то есть ты прилетел на судно подписал документ началась зарплата улетел даже если ты после этого гостиница неделю где-то там на перекладных деньги никакие не вообще ничего с посадки на судно и на списание да да то есть вполне возможно что по прилету в саудовскую аравию вас никто не будет встречать это нормальное явление то есть вы прилетаете в два часа ночи у вас никто не встречает что делать позвоните там уходит куча всяких встречающих спросите они там либо дадут вам номер телефона на либо вы сами позвоните и вас часов 5-6 утра скорее все заберут а как вот своей практике по поводу вообще трансфера до судно и обратно насколько комфортно некомфортно уже общался с моряками которые там работали ранее это очень очень сложно было потому что и подолгу приходилось ждать и двое суток только добираешься до судно но двое суток это громко сказано скажем так я первый раз когда я туда летел это был 2013 год как раз первые дни рамадана это был ужас мы прилетели в два часа ночи нас никто не встречает ничего потом 6 утра появился какой-то там заспанный индусенок забрал нас отвез куда-то то есть мы мы что-то спрашивать они никто ничего не знает вам приду то есть мы четыре дня просидели тогда в кемпинге кемпинг это такие жилые контейнера то есть на тот момент это те кто работал те помнят еще название десятый комп его называли в принципе там было неплохо скажем так там была нормальная еда шведский стол бассейн но опять же бассейн на улице а жара 50 градусов то есть купаться в кипяченой воде вообще никакого удовольствия воду там и особо меняли этот тренажерный зал все за периметр но она там окружено конечно там какими-то солдатами с пулеметами непонятно для чего это все сделано как резервация такая но выход спокойный там можно было пройтись к магазинам там я не знаю просто пройтись прогуляться на опять же смотреть там особо нечего потому что это пустыня с дорогами и какими с какими никакими домами все вот мы просидели там три или четыре дня потом к нам приехал один из под капитанов поздоровался говорит а вы что-то что-то делаете вообще потому что он был не в курсе мы ему рассказали все он сказал хорошо поедем в офис мы приехали в офис нам выдали бумажки так называемые при при эволюэйшн тренинг летер что-то такое вот и там надо собственно заполняется капитаном на борту или же с тормехом если это по механической части что что конкретно там какие вопросы спрашиваются на эволюэйшене и что надо изучить когда приезжаешь на пароход уже впоследствии с капитаном подходишь капитану и или к старшему механику говорит что мне вот это вот это вот это вас будет целых две недели как минимум две недели не меньше то есть вполне все реально прочитать посмотреть даже выучить в эти две недели зарплата часть только платится насколько я знаю да 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 если первый раз приезжаете только часть но так вот вернемся к тому как мы добирались до первого парохода после этого собеседования мы вернулись к нам позвонил консьерж или кто он там стоит и говорит что завтра в 5 утра вас заберут мы к пяти утра в 5 утра мы вышли никто нас не забирает позвонили сказали отмена хорошо и в итоге через двое суток нас вечером выдернули просто с ужина отвезли на посадили на какой-то пароход я сейчас же не помню и мы на этом пароходе шли еще трое трое суток добирались до своего сумма ну там нам не было с несколько человек на разные пароходы все но тем не менее мы пересели на него и тогда когда я оказался все это обращу вас влачу на тот момент да да то есть тогда не было разницы как и сейчас есть апрув нет апрува то есть тогда без разницы было платят все платили все равно но потом все всякие события нефти связаны также в четырнадцатом пятнадцатом году и то есть грубо это 35 дней добираешься все это время тень исплачивается сейчас не это было время когда начали вводить арам кайги и так далее люди сидели по 20 по 25 суток в гостиницах и тогда это еще все платилось замил скажем так по моему один из последних кто вел вот это хода многие компании там такие как the water и прочее насколько я помню они ввели это раньше если мнение не изменяет память но скажем так он один из последних это сделал там еще есть куча разных местных тоже типа как джана рабаби и прочее ходить там скажем так только-только все это случилось и они сразу не из первых это сделали ну до сих пор в замеле вот как я общался да кто там работает до сих пор и изучает рынок в саудовской аравии самые высокие зарплаты да на данный момент саловской аравии самые высокие зарплаты но не нужно забывать про условия труда то есть это не как где-то работая в европе или даже в тех же эмиратах что твоим туда сейчас мы перейдем плавно по поводу продолжительность контракта сколько сейчас на данный момент 75 суток контракты для офицеров для рядовых не скажу потому что там что-то с визами что-то как то насколько я помню наших рядовых сюда берут нет наших рядовых я встречал в других компаниях это это было какое-то одно время у нас больше интересует украинский российскими украинских российских моряков в плане офицеров часто можно встретить практически на каждом сотне хоть один да будет как-то так но уже бывают бывали такие миксы вот так я работал то есть капитан какой-нибудь араб и дальше там украина украинцы россияне индонезы филиппинцы даже парк даже пару индусов было как-то вот так по поводу четкости замен ровно в 75 суток плюс-минус списывает и не знаю мир ни разу не слышал чтобы кого-то поменяли ровно прям 75 социально задерживали какие-то задержки есть бывает конечно критической задержки то есть когда я работал контракты были по 100 суток по моему да и бывало такое что я сидел там и 160 и 170 потому что просто не было замены почти два контракта да да но тогда и была система бонусов то есть пересиживаешь контракт 10 процентов от зарплаты сейчас убрались сейчас сейчас там даже для тех кто первый раз есть совершенно другие зарплаты то есть те кто работал там или работает уже прошел это что касательно зарплаты на dp2 судах если примеру судно в чартере то тебе плачут сто процентов если судно не в чартере то они режут зарплату в этом время ну как получается контракт этого судов в любом случае перманентный там момент там момент такой что судно в ремонте из судного в хайре то есть это все указано в контракте тогда насколько помню 70 процентов от зарплаты то есть только в хайре и в ремонте а так постоянно тогда сто процентов до пока пароход работает и ты на нем скажем так человек отвечать отвечающий за что-либо то есть дела где все дела на тебе то тебе платят сто процентов я понял что касательно питания 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 в принципе продуктов хватает и там сделано так что каждую неделю что-то получаешь то есть первая неделя там допустим мясо замороженое получили вторую неделю там и и фреш вторую неделю там какие-то крупы и так далее так все разбросано понедельник то есть кормежка нормально в принципе да нормально опять же многое зависит от повара на кто повара повара были филиппинцы практически всегда индусы но это ужас то есть мало того что они готовить не особо умеют так еще и не хотят но и сэкономия продуктов у них все очень плохо скажем так их экономить их не надо было просто рационально использовать но нет а в 2015 или шестнадцатом году начали появляться повара из египта которые работали вот в отелях шерман шейх в бургады и так далее они вот я застал этот момент это ну скажем так это было небо и земля просто разница приходишь из тех же продуктов тебе сделано реально качественно если попался египетский повар то тебе повезло не всегда они тоже бывают ленивые которые не хотят готовить но и самая большая проблема в том что если у вас нет никого кто араба говорящего человека на борту то с ним договориться будет практически невозможно потому что английский на уровне нуля просто тем не менее готовят они в большинстве случаев довольно вкусно ищите подходящую вакансию для ухода в рейс мы рады сообщить о запуске нового проекта cv delivery основная цель которого помочь вам быстрее получить работу в море воспользовавшись нашим сервисом вы получите форму анкеты одобренную ведущими работодателями грамотное сопроводительное письмо которое выделит вас среди других кандидатов а также подготовитесь к успешному прохождению собеседования вы сообщите о своей готовности более чем 3000 работодателей и помимо этого получить информационную поддержку опытного крю менеджера опираясь на наш десятилетний опыт в сфере трудоустройства моряков мы учли все требования судовладельцев и поэтому предлагаем не только рассылку а целый курс от заполнения анкеты и написания сопроводительного письма до подготовки к прохождению собеседования вы сможете самостоятельно применить все эти навыки и получить хорошую вакансию более того наш менеджер перед рассылкой проверяет каждую анкету правильно составляет сопроводительное письмо с тем чтобы устранить все ошибки и представить вас работодателю в лучшем виде с нашей помощью уже нашли работу более тысячи моряков присоединяйтесь давай перейдем процедуре трудоустройства какую процедуру моряк должен пройти для того чтобы попасть в эту компанию какие тесты какие необходимые документы давайте документов начнем какие-то дополнительные документы требуют до для офицеров палубных требует то есть нужно фрси fast rescue fast rescue крафт сертификат h2s сертификат и ship security офицера даже для второго помощника насколько я помню он тоже требовался ну и на этом все и помимо этого еще full db но это если судно не пишет да 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 от судоводителей футбе от механик механиков соответственно в принципе то же самое кроме security офицера механику и депи мэнтенэйс депи мэнтенэйс депи мэнтенэйс армия 2 механик 3 механик и или грани до всех требует фуде пида а компания меди фул депи в механиков майдинс депи мэнтэйс компания плачет эти сертификаты никак ни разу не слышал когда-то давно я нашел письмо в году 2011 наверно напарок по пароходам рассылались и что они только будут приветствовать если вы от учитесь на депи но честно сказать я ни разу не видел что кто-то воспользовался этим может быть тогда это и было актуально но я пришел компания в тринадцатом году и мне сказали что она тебе не нужно по поводу тестов и и провалов какую процедуру моряк должен пройти для того чтобы попасть компания но первое что это вам из компании обязательно пришлют запрос точнее вас попросят прислать марлинс тест последний ваш то есть желательно чтобы он был не старше года насколько я помню а какой балл должен до для офицеров это 75 процентов по каждому из пунктов и не менее 80 всего до общий балл не менее 80 приезда туда туда по приезду туда вы тоже будете сдавать насколько я помню было две попытки сдать ввесе с первого раза не получилось потому что там устал или еще что то то можно пойти на вторую но после второй попытки вы если не сдали то на этом ваше пребывание до ваше пребывание соус караве заканчивается до новых встреч друзья если человек не сдает марлинс тест да как ты говоришь после двух попыток и ему делают reject и он не может больше попадать другую компанию какое-то время или нет или он может спокойно повернуться и поддаться через другую компанию в аромка тоже попасть но на самом деле тут такой вопрос скажем так как палка о двух концах то есть были случаи когда люди попадали так называемый этот reject лист и в течение по моему двух или трех лет они не могли приехать обратно работать в саудовскую аравию под аромку вы просто их не рассматривал а были люди которые намеренно его заваливали чтобы перейти в другую компанию где там условия получше предлагали или вообще или просто им не нравились конкретно условия работы в она она в к в этой компании ты не хочешь перейти в другую ты все равно каждый новый контракт сдаешь марлин тест не да он сдается всего один раз то есть вы пришли на конкретный пароход и хотите допустим не хотите а вам нужно пройти этот эволюэйшн то есть вы приезжаете две недели на фамилии за еще не катаетесь как минимум а то и больше обычно больше и в этот в эти две недели входит что вам нужно знать еще и английский если вы сдали но пока вы там находитесь вы сможете посмотреть где какие суда работают скажем так нашего брата очень много и можно у кого-то спросить сколько зарплата какие условия работы какие условия труда и так далее кто-то намеренно прямо брал и валил марлин чтобы отправили домой и приезжал потом через какое-то время вновь в другую компанию увидели этого человека и такие случаи бывали я понял касательно эволюэйшна ты говорил две недели до минимум даются даже подготовиться до две недели это минимум это с момента посадки на судно то есть это первый день вы приехали с этого дня и считайте как только пройдет 14 суток вы можете созвониться с вашим порт капитана который конкретно к вашему пароходу привязан и он уже непосредственно будет звонить сам офиса рамка договариваться если у вас все нормально то есть этот при эволюэйшн лист у вас подписан всеми то есть марлинс вы сдали нормально и тут опять получается новая дилемма попасть вовремя в порт то есть бывает никогда просто нет никого из инспекторов они где-то все ходят бывает такое что пришли ночью и утром рано ушли и опять уже вам было такое что уходили на неделю на две и опять вы просто катаетесь то есть грубо говоря это твоя задача чем быстрее тем лучше сдать вы лишь на что зарплату на стопроцентно до данном случае до чем быстрее зайдитесь тем проще вам будет потому что несколько человек ходит непонятно что делать тебе непонятно что делать ему вроде уже сменщик здесь а уехать нельзя но и в случае если вы не сдаете эволюэйшн остается тот человек который был на борту вы уезжаете домой сириджек то как то так этот рискует и он тоже заинтересован чтобы да они готовить чтобы ты сдал они сделали в рамках такую систему что в принципе даже если не работав там можно можно все это сдать скажу так трудности возникнуть не должно то есть сдать сама рамка в принципе эволюэйшн совсем не сложно то есть время и подготовиться и люди на борту да 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 то есть для старшего помощника это нужно знать маневры обязательно обычно с них начинается эволюэйшн а потом начинают задаваться вопросы то есть а тебе в это время пока ты готовишься дают возможность все будет зависеть от твоего желания и кто у тебя капитан то есть есть бывали случаи когда попадались филипинские индонезийские капитаны которые вообще не дают ручки он сказал что на эволюэйшн не попробуешь а если ты никогда не пробовал допустим конкретно данный пароход как хорошо если есть куча опыта и все но не вы скажем так не у всех очень многие болеют но и такая себе междоусобица была на тот момент что они хотели чтобы их больше было до получалось что больше нашего брата чтобы буду собеседование если какое-то собеседование перед тем как ты туда едешь до собеседование было то есть нам назначили определенный день мы приехали в офис и сидели ждали skype конференции то есть освободился порт капитан в нашем случае потому что палубные офицеры офисе здесь еще да еще здесь в крюинге да мы сидели был скажем так была skype конференция и сидели он просто каждый вызывал там у него есть список людей кто должен скажем так кого не рассматривает на работу и с каждым разговаривал просто где работал что делал какие-то элементарные правила навигации ничего сложного не было то есть опять же зависит от того кто по должности для капитанов там сложнее вопросы были для старпомов еще сложнее чем у капитанов а у вторых помощников в основном навигация то есть мало чем отличается от стандартных вопросов любой компании прям специфику работы с августой арабии изначально с вас никто требовать не будет потому что вы ее знать просто не можете в открытом доступе в интернете я ее крайне редко встречал это кусками это если только кто-то выложит прям целый набор вот этих кто уже не работает да и неважно даже если работает как-то так и по прохождению этого по прошествии того что там пару человек все равно отсеялось кого-то не взяли я не помню уже причин это было очень давно и буквально через пять-шесть дней нам уже прислали билеты и мы как билеты и контракт и мы полетели уже на работу так как мы туда долетели и начали работать я уже рассказывал касательно работы в самом регионе какие-то особенности можешь подчеркнуть ну конкретно плюсы минусы в основном одни минусы для нас потому что страна другая конкретно самая одна из самых закрытых стран мира то есть алкоголя нет вообще если есть то это на каком-то черном рынке его не достать потому что если вас завезли в порт оттуда выехать можно только в двух случаях либо вперед ногами либо по окончанию контракта так просто взять и выйти нельзя что закрыто там специальный паспорт паспорта и паспорта пропуска надо делать никто заморачиваться этим не будет я понял по поводу медицинского какого-то обслуживание помощи что там с этим как обстоят дела на не на практически на всех ригах и баржах про баржа точно не скажу мы были есть медики если у вас что-то случилось в принципе можно у них попросить помощи если же это случилось что-то в порту но честно сказать я помню что были случаи когда забыли у кого-то болели зубы до обычные уши какие-то такие стандартные болячки аппендицит так в таком случае что по приходу в порт бывало приходил компанийский врач осматривал делать какие-то там выписывал какие-то лекарства делал какие-то уколы и на этом все лично я видел буквально один или два раза за все свое время работы там что приезжала конкретно скоро и забирала человека вполне возможно что это было с местным то есть медицинская помощь там скажем так вообще никак то есть если что-то случилось и вы на пароходе и вам срочно нужна помощь что вы навряд ли вам кто-то поможет то есть компания не особо быстро реагируют да на обращение не столько компания сколько даже сам порт никак не может не отреагировать сама специфика страны да 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 то есть у них плане помощи дождаться но довольно закрыто и скажем так очень много бюрократии слишком много бумаг чтобы что-то сделать это драгоценное время которое скажем так никто не захочет тратить на вас что касается работы на борту много документации я бы не сказал что много в принципе если все грамотно разделить это между всем экипажем то не так уж и много и в принципе многие бумаги делаются каждый день и просто впоследствии на автомате это все делается скажем так когда я работал на мне было достаточное количество различных бумаг этих я в принципе все это успевал делать скажем так впервые пару часов вахты если стоянка в порту и так далее но опять же в принципе требования стандартные плюс есть конкретно указание от самого рамка какие-то их формы заполнять могут прийти проверить заполняешь или нет а в целом не так чтобы больше чем на каком-нибудь скажем так танкере или газовозе по поводу визы в саудовскую аравию как открывается виза для украинцев она делается в киеве то есть личным присутствием до для россиян она делается в москве онлайн или же не знаю как сейчас раньше еще можно было сделать через бахрейн летишь бахрейн компания там все встречает суд почти двое суток находишься в бахрейне или трое даже получаешь визу из бахрейна там есть мост они прямо на машине заезжают саудовскую аравию там в домам домами уже гостиница но и дальше уже по накатанной компания оплачивает расходы по визе че как-то через раз бывает вообще никаких проблем а бывает надо прям с боем эти деньги выбивать непонятно как как и почему это происходит по поводу трудоустройства через крюме мы обсудили интерес интересен вопрос напрямую компания трудоустрают моряков да если есть люди которые работают работает изначально работали напрямую но скажем так их не так много то есть на данный момент новых людей берут крюинги через крюинги вполне возможно устроиться потому что достучаться до менеджера конкретно в саудовской аравии который там сидит проблематично то есть просто крюингом легче потому что они уже знают специфику знают этих менеджеров и грубо говоря на что давить и как их как когда не достучаться да действительно они знают адреса телефона и так далее то есть если у тебя есть контакты напрямую ты спокойно можешь дожать скажем так нужного менеджера с тем чтобы на тебя обратили внимание трудоустроили до вполне возможно это сделать были случаи но скажем так единичные это были основные вопросы которые в основном интересуют моряков при трудоустройстве более подробно можете переходить по ссылке на наш форум ответы морякам и в обсуждениях уже дополнения какие-то вносить ну а также делиться информацией необходимой для трудоустройства спасибо за интервью за информацию поэтому присоединяйтесь делитесь информацией чем больше будет информации тем легче будет трудоустраиваться всем пока до встречи следующих видео